здравствуйте ребята глядя на всю эту в очередной раз красоту пришла мне в голову идея собрала я корзинку взяла нож ложку решила пойти поискать интересные корешки маленькие растения мох камушки у нас так тепло на жарко на улице конец октября взяла с собой только умку вот дождь где дождь где-то может быть и есть он у нас аж трава сухая становится даже зеленая скручивается иду специально карнизу там хочу найти какие-то камушки в общем пришла мне идея сделать маленький садик у себя дома на окошке как говорится но на подоконнике не будет будет где-то около окна при такой теплым на веранде может стоять еще на улице смотрю там парят птицы одни очень далеко там улетела да не знаю как вам будет видно нет вон так высоко они гляньте какое у нас солнце просто шикарный жаркий день идем со мной да я со мной идем идем люба мой идем золотой мы идем-идем умка давай все не мешай не мешай иди давай гуляй подняться по пригорку неудобно посмотрим что мы можем найти на небольшом поддоне а может быть найду какую-то емкость типа пустого ну как аквариум если пустой или круглое что-то тоже для рыбок хорошо бы здорово подошло это мы недалеко индики у меня гуляют стараются не отходить больше от дома держатся вблизи поскольку у меня четверих убили и нашли мы их вообще аж за кладбищем там далеко так загоняли их в лес полу дикие собаки так 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 пришли посмотрим что тут есть что мне может пригодиться для моего нового проекта ведь очень много растений растут выемках в таких фактурных ленте прямо как будто время или вода как будто как вода так высоко стояла и все это вытащила в камнях такие дыры здесь максим конечно работал и расчищал этот карниз он шикарный очень большой чтобы здесь можно было поставить столик или палатку вот пожалуйста рядом дом и ты на дикой природе даже гляньте какой столик шикарный просто прелесть так поломалась ручка только что взяла накрутила ну держится главное держится ладно что мы можем тут найти для моего проекта посмотрите как здесь растут растения видите прямо в скале прямо в камни цепляется в какие-то расщелины попадает а может быть какая пыль чуть-чуть и что откуда что брать просто диву даешься буквально недавно увидела ролик у одного очень хорошего знакомого он там сделал ролик как раз где растения пробиваются через камни через асфальт какая зверская сила жажда жизни и природы просто достойно уважения и начала думать думать а сегодня вышла гляжу на свой пруд падают листья такой уже конкретно листопад хороший идет он гляньте с той стороны почти все уже вблизи пруда облетели листочки и скоро может быть наступит холода ну у нас наверное не скоро поскольку у нас еще весь ноябрь будет и платье в чертах не знаю как тут что будет должно быть чуть-чуть прохладнее чем в теннесси ну время покажет так что валера тебе спасибо за такой толчок спонтанно как-то мысль с одной мысли перескакивала на другую мысль и решила я задумать себе садики небольшие сделать на поддонах или в каких-то стеклянных емкостях миниатюрные типа икебаны я когда-то работала цветочным дизайнером несколько лет прошла курсы я уже по-моему где-то когда-то говорила у одной женщины она тогда приехала в латвию из россии из москвы и она обучалась у мастера по экибане у японца и вот была открыта в старом аэропорту спил в большая такая получилась организация со своими лабораториями для консервирования растений мы получали из сибири получали гипсофилу кедр который мы специальных баках в общем делали так вымачивали специально что потом можно было делать икебану великолепные такие миниатюры великолепно это все продавалось даже была международная выставка и у нас моей сестрой когда мы делали такой триптих яблочные такие типа яблочных растений громадных вазах напольных итальянцы купили да было бы гордость и конечно очень много занимались миниатюрами всякими разными вещами что было очень интересно ну вот сейчас я как-то глядя на все эти чудеса которые увидела на валерии валерия на канале совершенно небольшой такой видео но очень впечатлительно очень красиво и очень восторжена и восторги от реально такой очень сильной желание жить и жизнь зарождается везде где есть хоть какая-то малейшая возможность и пробивается маленькие тонкие нежные стебельки и сквозь асфальт и в трещинах камнях это просто волшебно ну а сегодня как я уже сказала гляжу на это все дело все опадает опадает думаю хочется оставить и себе какой-то кусочек лето пока у меня сада нет у меня сад везде кругом мы живем в лесу чего тебе еще сильвей не хватает ничего садить не надо все тут естественно прекрасно все тут великолепно гармонично все выросло там где нужно но конечно хочется сад с розами хочется посадить какие-то растения и садовые что в перспективе в общем-то это будет ну а пока появилась у меня такая идея и чтобы отдохнуть от вязания от всех моих вышивок брошек всяких там сережек решила я заняться немножко вот таким вот творчеством сегодня я буду набирать материалы и наверное это будет первая часть ну а потом я буду вам показывать что у меня будет получаться может быть кто-то заразиться моей идеей и тоже захочет что-то такое сотворить у себя дома и одно что-то или может быть несколько ну посмотрим ладно главное сделать первый шаг а дальше все пойдет само собой одно за другим ну вот взяла несколько растений штучки три может быть возьму еще добавочно несколько ножом очень удобно их аккуратно не повредив корни вытащить а застряли они и начали произрастать здесь были целое лето видите прямо вот расщелинах там по сути дела ни земли нет ничего где-то внутрь заходит это растение и зацепилась и достаточно даже вот пыли есть корешки хорошо достаточно даже какой-то пыли который ветер нанес для того чтобы зародилась новая жизнь он маленькие листочки даже он появляются все остальное надо будет где-то подрезать короче делать под свои размеры так как надо надо посмотреть здесь камушки камушки мне тоже нужны для моей композиции вот нравятся такие так возьмем и плоские хотелось бы найти такие небольшого размера пластины которые подойдут для миниатюрных ступеней хочется сделать знаете такой сад с растениями и чтоб там кругом мог был поэтому я подошла здесь конечно рядом буквально с домом видите под эти все под эти все карнизы просто не хочется мне залазить далеко глубоко в лес тем более идти на речку а на полу на земле то что мне надо я что-то не могу найти тут конечно максим все зачищал все вычищал зачищал мне нужны вот такие небольшие вот типа такого толстенький но его можно будет углубить вот второй плоской стороной наверх чтобы у меня было несколько ступеней хочется сделать такую небольшую возвышенность чтобы этим ступенька можно было бы подняться в типа такой каменный домик вокруг чтобы мог растения но в общем увидите в голове крутится такая идея посмотрим что я могу с материалами найти тогда уже будем думать что делать дальше и как ну вот набрала какие-то камни гляньте разные побольше поменьше конечно можно будет подойти найти какие хочешь еще добавочно о лук иди и лук он гляньте ребята 4 летом не особо видела а сейчас уже все много чего пожухла вот это очень хорошо в салаты положить гляньте и тут пучок корни все внутри я не заберу вот вам чистейшая органика ой-ой-ой извиняюсь вырвала и обратно я думала здесь нету как-то мне не попадалось увидела внимательнее надо просто следующий раз когда ходишь то есть и нужна какая-то трава надо полностью каждый сантиметр просмотреть поляны одно и другое чтобы найти то что надо здесь много всего ох видите какая-то сочная трава зеленая какая трава зеленая лето даже жарко на улице а сейчас время уже четыре часа по моему солнышко вон она начинает уже садится вниз максим здесь только вычищал вытаскивал здесь такой бурелом был открыл он эти карнизы теперь смотрите как шикарно смотрятся из дома и они видны просто прелесть тут все было заросшие там еще камень громадный такой монолит стоит тяжеленный очень красивый я иду в сторону мха я иду в сторону папоротника мох у нас разный растет и конечно видела я начинает прорастать можжевельник малюсенький малюсенький можно прорастить из желудя можно вот маленький клеон который только начинается тоже пересадить и сделать бонзайчик ну если какие-то растения подрезаешь и они все-таки прут просто с неимоверной силой и в большой рост то можно будет обратно высадить в природу а то что маленькая посмотрим такая травка зеленая сейчас уже ветер накидал столько листьев фрук плавают и дубовые кленовые ветер как подует такая красивая рябь бежит по воде он гляньте прям вода танцует смотрите пошло за серебрилась от берега и бежит рябчик такой то в одну то в другую сторону прямо ветер играется с малюсенькими волнами а гляньте 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 какое небо какое тут небо красотища но облака нагнала у нас тут все только голубизна стояла сплошная а тут уже ведь какие пушистые появились так в этой стороне растут сапоротники и мог конечно бедный весь скукозился начинает ой какой он прям ломки кое-где в каких-то местах там и зелененькая надо будет искать что-то более такое вкусное живое это все от жары набрала я тут камни тяжелая мне тяжелая стала вот здесь мог получит уж полутень ну вот папоротник уже тоже желтеет какой-то а где-то остается и зелененький ладно буду аккуратно снимать мог не просто вырывать его а прямо брать прослойкой земли снизу посмотрите только на этот цвет мама родная а там гляньте по смотрите кто там летит не могу догнать не могу взяла на увеличительное ты где вот не могу поймать крутится улетел нет вы гляньте только на это ребята ну посмотрите как разукрашено это деревце мамочки мамочки какой лист просто горит огнем на солнце и там еще одно деревце такое стоит гляньте только на просвет неба какое чудо ну разве не чудо зачем искать чудеса они вокруг нас просто над не просто смотреть а увидеть не просто слышать а услышать люди бегут суетятся даже не замечают временами бегут по одной и той же дороге как что-то где-то меняется в природе настолько все заняты мне очень нравится одна притча не помню говорила я когда-нибудь вам нет сидят два ламы один древний древний но древний совсем старик и с ним рядом старый лама сидят медитирует и вдруг древний лама спрашивает она что ты так сосредоточил внимательно что ты смотришь а старый лама отвечает ему смотрю как растут деревья а древний лама улыбнулся и сказал все суета у тебя все суета деревья так долго растут представляете суета если это суета что наша жизнь мы вообще как муравьи без остановки крутимся с утра до ночи пчелиный рой роится в мозгах в мыслях человек по-настоящему не может расслабиться все бежит куда-то бежит тут по делу кто без дела надо не надо амбиции все прочее а жизнь так летит что мама не дарил просто даже временами завирает ужас как все быстро куда-то унеслось кажется все было только вчера только только вчера а тут не успел оглянуться и уже надо копать два метра вниз что-то у меня какой-то пессимистичный выпуск получается нет я без проблем я не боюсь этого всего дела но два метра вниз не хочу хочу чтобы меня кремировали и отпустили меня в вольное плавание по ветру по воздуху или в реку или просто при хорошем ветре в горах чтобы я разлетелась на мелкие мелкие частички и понеслась во вселенную везде чтобы я была везде нигде одновременно красиво как тут все уже быстро буквально за несколько дней смотрите вон оголилась все все голенькое стало ну дуб как порыжи стал приятно шуршит осенью лист под ногами а зимой когда выпадет снежок и подморозит приятно хрустит так будем искать здесь что-то мне может пригодиться это красивейшее дерево похоже на магнолий тоже облетела там осталось пару листочков каких-то вон гляньте усыпано такими громадными листами рядом видите дубовые листы это для сравнения просто чудеса как разнообразна природа как она красива как она постоянно держит человека на восторгах как попадешь в эту волну гуляя по лесу и не можешь остановиться потому что все приводит в восторг всему есть удивление каждый раз и все как будто то же самое но по-разному поэтому обожаю четыре сезона когда все меняется ай-яй ну гляньте только на это ну посмотрите на это как красиво а тут издалека как будто белые вечером птицы лежат целая стайка мне надо добраться до каких-нибудь пней и попробовать с них снять мост там я конечно вон поснимала было очень тяжело его в общем-то забрать там чуть копнешь и сразу камень небольшая прослойка земли и на ней держится столько растительности прямо диву даешься мне конечно надо было бы еще корни корешки но корешки надо пилить так вниз я не пойду там дорога к реке и конечно там хорошо было бы набрать речных камней ну я вон выскочила в бабушкиных тапочках даже в голову не взяла и не думала что я к реке попросил а я не попросил я попросил так надо найти дырку войти в лес и посмотреть там что-то конечно максим тут вокруг все зачистил капитально для прогулок для удобства чтоб паутину себе на нос не надевать с пауками легко свободно гулять жарко 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 тут какие-то малюшенькие грибочки он начинают расти видите это туркетейл хвостики индюшачьи и больших размеров есть но такие сухонькие маленькие откуда им вырасти если дождя нет конечно растение нужно влага куда ты ломишься куда-то бежишь а играй ты тратай ты меня снесешь ты как танк идешь нет у меня корма иди иди моя родная все увидела у меня в руке думает и корм несу тихо все иди назад беги назад моя хорошая блин понеслась как титаник она как головой махнет так улетишь она же вон все носи когда были ночью тара все около нее терлась терлась как около мамки она взяла вот так как мотнула головой у меня на глазах это произошло и полетела моя тара два метра по воздуху и плюхнулась прямо в корыто с водой это был бросок обалдеть просто жалко не было камеры но и не снялась было темно уже вечер ну и куда мне здесь идти куда мне тут идти может быть можно было бы что-то найти но наверное совсем другой стороне там за амбаром туда вниз да 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 милая моя да он тут так здорово все расчищено смотрите все мелкое все снято такие просторы такой воздух везде гуляет внизу и сразу идет обрыв весь заросший вот это я зале и вот она там он зеленая видно она даже не собирается желтеть она такая будет зеленая стоять и зимой ладно я наверно чтобы быстрее дойти отключусь на секунду и включусь уже на место прибытия он гляньте какой хорошее и корешок хороший какая форма можно садить так и так можно садить по другим и уклонам и будет он такой сникающий класс то что надо прям веточка изогнулась сама подходит берем умка берем берем надо было чтобы патрисия была на улице и засняла всю эту эпопею руки у меня чумазые грязные пришлось перевязывать гретель я от нее бегала прячась за деревья но конечно корова на поводке вокруг деревьев это постоянная проблема пока нету забора для нее персонально приход ее так держать потому что она уходит она уходит туда на поляну она туда заходит а у нас тут обрывы раз-два тут обрыв там обрыв но животные умные конечно чувствуют я очень боялась за собак чтобы они не навернулись вниз несколько метров на камни но они это дело обходят думаю что и коровы и лошади тоже чувствуют где какая опасность и где что и так просто легко не идут так со мной целая банда ну-ка пошли всех пошли от меня пошли здесь нельзя что опасно пошли пошли вокруг дома пошли 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 давай давай бегом бегом есть манера у них ходить сзади посматривать все время такая свита у меня жар птицы уже тут хочешь не хочешь начнешь себя чувствовать королевы королевные так набрела я с этой стороны видите на какой интересную поляшку она мелко-мелко заросшие малюсеньким мухом вот поскольку он зелененький в нем теплится жизнь и выглядит он очень фактурно и тоже лукошка порезай-ка ты в лукошка подняла тут его целый пласт давай-ка моего поломаем пополам вот мне тоже здорово может пригодиться смотрите какая красота так что тут еще да я конечно подумала да не подумала не додумала поперлась в тапочках надо было сапожки одеть ниже уже я тогда не спущусь ну вот конечно был бы вот такой камень потоньше тут он большой тут он вес он там урос прям землю такое тонкий широкий длинный то вот на этом кстати камни можно было строить свою композицию устроить то что надо так что так ну на первый раз тоже что-то я не с пустыми руками приду домой все таки я что-то себе то что мне надо шло нравится мне такие палочки видите о какие тут другой мог ну посмотрим он в доме конечно быстро подсохнет но он гляньте и такой растет длинненький будем с ним работать если его опрыскивать давать ему воду то наверное он будет продолжать свою жизнедеятельность так я не вижу нигде серого мха здесь вот видите такой вот он такой такой раз такой надо с куском земли брать вот чтоб там земелька была а то что всем мне эти не надо надо что было землей на чем питаться я уже двигаюсь другому карнизу но я так полагаю наверно что я туда не дойду у меня не та обувь к сожалению думала 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 да не додумала вышла как на веранду погулять ну думала сделаю два шага а вышло больше ладно надо поменять руку ведь у меня тоже есть добыча он ведь какой-то красивый какими пятнами начинает желтеть оранжевый прямо а тут а там что остается сказать знаете я с деревними все интересно есть такое деревенские горы приезжают ну я-то девчонка всегда была городская ох мамочки мои посмотрите какая у меня добыча и здесь только земли и мои красоты вас тут много вы разрастетесь еще идем ко мне я вас любить буду и за вами ухаживать так шикарно просто шикарно толстенный он как хорошо отходит растет прямо на каком-то не на камнях она вот еще кругленький вот то что мне надо взять тут и земля есть и все тут другая фактура немножко шикарно а тут их много он кругляши торчат и тут и там 30 этот мог другой он он у него вытянутая листик этот здесь уже все так собрано эти густо-густо плотно-плотно вон какие кругляши красивейшие и тут и там уйдите идите от меня пошли вон пока домой не пойду на назад сами не попрутся умка умка не уходи далеко ладно подойду я еще к этой скале муштами что-то интересное себе наковыряю я пойду уже не тяжело уже не тащить камнями эту неподъемную он гляньте свита моя вы в лучи за мной мою этот самый таскали вас там много я одна ах ты боже мой будем гнать их назад ой эти кучи все надо будет убрать разломать служить под веранду на растопку ну а что тут мы имеем гляньте мы тут что имеем как она тут обнимает камушек чтобы не свалиться уже вся листва опала и такое высокая азалия надо же он гляньте где она выросла своей ну ты матушка даешь и большая уже не маленькая даже гляньте вон какие крохотульки растут с ягодками о и елочка это елочка и она себе место тут нашла тут знаете довольно пушисто мягко ну да есть за что есть за что браться а так по сути дела вот это все это камень камень и сколько там сантиметр земли растительности сколько папоротник но не годится он очень большой очень большой красотулька она когда взрослая цветет она ягодки потом дает красные это чисто такое новогодняя рождественская и этот лист колючий иголочки но как она вооружилась не тронь меня может за себя постоять вот здесь камень зарос мхом и вот тут стена какая тут стена и тоже вся практически поросшая мхом и на чем там в чем душа держится за что там скажите держится душа гляньте вообще просто на камне просто на камне ну ребята вы даете ну вы даете дырочка какая там дырочка кто же их так обработал реально там прямо какими-то полосами такое впечатление как будто они когда-то были под воду может быть посмотрите на это вон полосы 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 как интересно как тут у вас все интересно девки пляшут а выгрызанные камень теплый он живой ребята все в природе живое абсолютно все начинает образовываться вот он ползет прилип прямо прижался камушку он как будто его тут нарисовали а и все живое так распласталась смотрите тут зарождается новая жизнь какие-то танюхонькие танюхонькие чудеса мне мои дети временами мам ну ты такая дурная я очень большая оптимистка по жизни если я грущу то очень ненадолго я беру себя в руки очень даже конкретно железной рукой королевны ладно берем на нашу добычу так куда поперли посмотрите куда не залезли а я наверх они наверх но пошли домой пошли красота моя идем идем со мной он как они идем и гуля 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 уходим тут опасно тут у вас быстро поймают до бегом 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 давай гуля 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 какая елочка хорошая елочка настоящая елочка давай давай выходим дружно Давай-давай-давай-давай-давай, пошли Вон Ляля маленькая последняя идет Тоненькая С одним глазом Одноглазая бандитка Ну, она молодец, она уже Умеет и пищу Из-под носа утащить у больших Раньше ее отталкивали Сейчас она уже и первая бежит Я ей постоянно подкидываю, конечно, под ее носик Что она видит-то Не очень Тут уже поклевали, видите, птички Полакомились Что тут оставили Ну что, команда, вышли Бандиты, пошли Птица за птицей Застряла, ежевика меня хватает Говорит, не уходи Такая колючая, постоянно цепляет Идем, идем, идем Гули, гули, гули Гули, гули Идем, 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 родные мои Бегом, 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 давай Гули Гули, 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 гули Я временами выхожу из дома Смотрю, где они И потихоньку, как лазучик Быстро шмык За дом И бегу куда-то, куда мне надо Другую сторону, чтобы они меня не видели Чтобы они сзади за мной не пошли Потому что реально Кругом сплошная опасность Идем Девчонки вон застряли Вон пацаны четверо, гляньте какие С широкой грудью Ох, какая красота Ох, красота А сзади девочки Пять девчонок Четыре пацана Ну, какие же вы все красивые, а Идем, давай Идем, идем, все Идем, идем, идем Идем, до дома вас доведу Постоянно бегаю Как обезьяна Прыгаю по окнам Смотрю, где они То с одной стороны То с другой Но, слава богу Держатся вместе Ладно Ну, что ж Хоть и в тапочках Но То, что мне надо Кое-что уже нашла Хоть и в тапочках Но справилась Так, наверное Свой ролик и назову И будет он Вот первая часть Не буду ждать вторую Потому что Надо будет потом Раз еще выйти В сапожках уже А так уже Чтобы вам там длинно Нудно долго не смотреть У меня видео Видео стали длинные Я в эти тиктоки не играю По 60 секунд По 30 Давай, давай, давай Давай Вот, видите Вот они и прогуляли за мной В одну сторону, в другую И пришли к дому Хорошо Вот тут они сейчас И будут толкаться Рядышком А Гретель Сегодня нашкодила Вон, видите Там перевернутая машинка Вылила ведро воды На мотор И он не стал включаться Так мы с Вон Патрисией Перевернули Даем стечь Там немножко Что-то раскрутили Завтра Красивейшем Ну и наша Ну и наша осенняя природа Тут совсем Тут совсем Манюханьки Но есть корешок Мох Смотрите Как напитался Сразу Какой стал Сразу стал пышный Зелененький И сочный Еще тут камушки И вот тут Из то Что из скалы Выковырила Три растения Надеюсь Они отопьются Ну и вот такие Речные камни Откатыши Великолепные Но на данный момент Вот наш итог Что мы с вами Нашли В лесу Так что Вот уже Будем думать Как и что С этим всем Материалами делать Спасибо Матушке природе Ладно Все Теперь точно все Всем пока Пока